Всем привет, Андрей Сунко на связи. Это съедобный бизнес, инфогнездо. Сегодня мы разбираем, что будет с ресторанным бизнесом и с вашим рестораном после карантина. Не переключайтесь, мы начинаем. Для начала разберем, что будет с вашей доходной частью. Как вы знаете, доходная часть формируется и зависит от многих факторов. Разберем первое, это трафик и средний чек. Естественно, что трафик просядет по пессимистическим прогнозам до 50%. Это значит, что у вас будет в половину меньше гостей в ваших ресторанах. Соответственно, выход следующий. Нужно работать с вашим средним чеком. Но тут другой вопрос. У людей и денег-то нет, чтобы тратить. Соответственно, нужно работать над маржинальностью ваших блюд. И стимулировать продажи именно высокомаржинальных тех самых блюд. Не забывайте, что у вас за время работы вашего ресторана сформировалась ваша база лояльных клиентов. Вот как раз с ними и нужно работать и уделить им максимальное внимание. И показать любовь вашу к ним. Здесь помогут персонализация упаковки на вынос для ваших гостей. Поздравления персональные ваших постоянных гостей и клиентов с днем рождения и другими праздниками. И лично приглашение их в ваш вновь открывшийся ресторан. Вам необходимо зациклить приход этих гостей для того, чтобы именно они сформировали основную массу трафика после карантина. Следующий пункт, который очень сильно влияет на вашу доходную часть, это, конечно же, продукты и поставщики, которые привозят эти самые товары. Так вот, сейчас все, кто работали на импортных товарах, я рекомендую искать альтернативу на локальном рынке и пользоваться локальными продуктами и товарами. Для этого есть две объективные причины. Первая – это цена, потому что импортные товары будут однозначно сейчас дороже. И, скорее всего, вы не сможете позволить себе держать ваши цены на том же уровне, именно работая с импортными товарами. И второй явный, скажем так, аргумент – это, конечно же, перебой с поставками. Потому что сейчас закрыты границы, есть проблема с логистикой из многих стран. Соответственно, вероятно, что у вас будут на стоп-листе висеть многие блюда. Поэтому пересмотрите свое меню и перейдите на локальные продукты хотя бы на 70-80%. Ранее, для того, чтобы увеличить свой трафик и узнаваемость, конечно же, вы пользовались таким инструментом, как рекламой. Но давайте разберем, что происходит во время кризиса с рекламой. Сейчас, как вы видите, все орынулись в онлайн-продакшн, в рекламу. И, скажем так, маркетинг в социальных сетях, он просто перегружен. Цена за бит, она невероятно высока. И бессмысленно сейчас сливать бюджеты в онлайн-рекламу. Поэтому я считаю, что сейчас необходимо приостановить рекламу и работать только, как я уже сказал, с вашей лояльной аудиторией. Лучше делайте дополнительные подарки своим постоянным гостям, которые уже у вас были, чем тратить деньги на привлечение новых людей. Сейчас это будет, скажем, неокупаемо. И также, если все же вы хотите использовать какие-то каналы привлечения новых клиентов, то используйте только те, которые дают вам явную конверсию, где вы можете просчитать, что эта конверсия вот именно вам придет от этого канала. Не используйте никакую рекламу просто для узнаваемости бренда. Сейчас это неуместно. Не забывайте, что проблемы с доходами не только у вас, но и у ваших клиентов. А это значит, что будет перестроение рынка в целом и ценовых сегментов на рынке. Поэтому, если ваш ресторан находится в премиальном сегменте, то вероятнее, что ваша публика продолжит ходить к вам и вам не стоит менять концепцию. То же самое, если вы находитесь в лоу сегменте, в дешевом фастфуд сегменте, то тоже я не советую перестраивать вашу модель. Но если же вы и ваш бизнес находится в среднем сегменте, здесь я рекомендую вам переходить в лоу сегмент. Почему? Потому что, как показывает история и практика, средний сегмент страдает больше всего. И люди, которые находятся именно в этом сегменте, они переходят на ступень ниже, а значит в лоу сегмент. Они перестанут ходить в дорогие рестораны, а начнут заказывать домой доставки, либо ходить в фастфуды. Поэтому переходите в лоу сегмент и перестройте вашу бизнес модель именно в этом направлении. Это поможет вам выжить в столь нелегкое время. Мы разобрались с доходной частью, а что же будет с расходной частью? Не секрет, что аренда является одним из главных составляющих расходов ресторанного бизнеса. И здесь есть некая дилемма. Многие арендатели согласились на какие-то каникулы, либо же послабление в оплате аренды. Но это сделали далеко не все. И здесь есть два момента. Вам необходимо либо же найти другое место и переехать, либо же вести переговоры и все-таки сократить свою аренду. Потому что не забывайте, что ваши арендодатели, они являются вашими же партнерами. И они это тоже должны понимать. Соответственно, я уверен, что переговоры будут лучшим способом для сокращения именно этих расходов. Не забывайте также, что после карантина, вероятно, не откроется большинство ресторанов. А это приведет к тому, что появится очень много свободных локаций. И именно это может быть мотивом ваших переговоров для арендателя и снижения арендных ставок. Зарплаты. Конечно же, основная проблема это чем платить зарплаты, где взять деньги. Опять же, не секрет, что денег на зарплату нет ни у кого. Соответственно, здесь необходимо также собирать ваши команды и объяснять, что в данном случае нужно найти совместное решение и платить определенную часть от ставок. 30-50% в зависимости от ваших мощностей. Также не забывайте, что команды являются самым важным, я бы сказал, фактором успеха вашего становления бизнеса. Поэтому постарайтесь сохранить как можно больше ключевых игроков. И в первую очередь, конечно же, уделите им время и внимание, разберитесь с их ситуацией. Если же у вас есть возможность каким-то образом занять ваших сотрудников в других отраслях, может быть у вас есть другой бизнес, либо же вы можете отказаться от услуг третьих лиц, и при этом ваши сотрудники будут выполнять роль драйверов по доставке, либо же займут другие какие-то позиции на полставки. Это позволит им быть занятыми и в тот же момент вам платить им зарплату за несколько услуг. Не забывайте, что коммунальные расходы необходимо платить постоянно, бесперебойно, и это тоже является важной составляющей вашей расходной части. Здесь вы не сможете договориться, вероятнее, поэтому придется работать с оптимизацией непосредственно расходов воды и энергии. Постарайтесь перейти, если вы еще не сделали ранее, на энергосберегающие лампы и вообще полностью переоборудовать систему. Да, это будет определенное вложение, но это будет вложение, которое окупится в ближайшем будущем. Поставьте обязательно датчики света, чтобы использовать энергию только в тот момент, когда человек находится в том или ином помещении. И, конечно же, следите за расходом электроэнергии на кухню, потому что повара и любители повключают все плиты, все пароконвектоматы на всю мощность, независимо, есть ли в зале гость или нет. Я уверен, что если точечно произвести такой микроменеджмент, то вы сэкономите приличный денег. Налоги и кредиты. С налогами все понятно, их нужно платить. Все зависит, конечно же, от страны, в которой вы ведете бизнес. Если государство вашей страны ввело определенные каникулы, либо же дает какое-то послабление в оплате, то, конечно же, пользуйтесь. Если же нет, то я советую стараться выплачивать тоже налоги по возможности. Они не являются в данном спектре приоритетом, но платить их тоже нужно. Что касается кредитов, то я не зря отношу их в самый конец списка, потому что вот как раз кредиты нужно платить в последнюю очередь. И здесь, опять же, нужно включать режим переговоров, идти первым к вашим банкам, кредиторам и договариваться об отсрочке. Не ждите, пока они начнут приходить к вам, либо же передавать дело в коллекторские службы. Поэтому кредиты замораживайте, не платите, переносите их на позже. Возможно, даже кто-то пойдет на уступки и скосит вам часть этих выплат. Вот так. Это все поможет вам при правильном распространении, при правильном соблюдении приоритетов сохранить ваш бизнес в это нелегкое время. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, мои советы будут вам полезны. И вы найдете баланс между повышением ваших доходов и сокращением ваших расходов в это нелегкое кризисное время. Ну, а еще один подарок специально для вас. Мы с партнерами разработали антикризисный чат-бот. Переходите по ссылке ниже в наш телеграм-канал и получайте бесплатно антикризисный чек-лист, чтобы справиться со всеми проблемами и выжить в 2020. Не забудьте поставить лайк этому выпуску. Обязательно подпишитесь на канал, если еще не сделали этого. Ну и оставайтесь с нами. С вами был Съедобный Бизнес. Увидимся на следующей неделе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok